Проводить целый день на спортивной площадке – традиция черноморской регаты больших парусников. В строю 12 команд. Каждая выставила сильнейших. Спортивные соревнования среди членов экипажа проходят в каждом городе участники регаты. Были организованы спортивные состязания, спортивные баталии, для того, чтобы те, кто к нам пришел в город Сочи, могли позаниматься спортом, могли себя проявить, могли выявить сильнейшего, тем более, что город Сочи – это спортивный город. В каких видах будут соревноваться моряки, выбирает принимающая сторона. В Сочи выбор пал на стритбол, армрестлинг, минифутбол, гиревой спорт и перетягивание каната. Вот где по-настоящему был нужен командный дух. Моряки, как известно, парни не слабые и боролись они совсем не слабо. Шей! 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 А команда Барка-Седов – подтверждение тому, что женщина на корабле уж точно не к несчастью. В экипаже девушек девять, а одну – Ксению Боброву. И вовсе не боясь суеверий, мужчины взяли капитаном сборной по стритболу. Как говорит сама Ксения, ей не привыкать работать с мужчинами в одной команде. Научила море. Я что-то хотела ближе к военному, чисто военно мне не получилось, поэтому я пошла в морскую академию. Я там обычный курсант, выполняю те же самые функции, что и ребята. То есть сейчас я учусь на матросы второго класса. В итоге места распределились следующим образом. Лучшими в перетягивании каната стали моряки Крузенштерна. Команды «Надежда» оказались сильнейшими в гиревом спорте и стритболе. А сборные «Румынская Мирча» заняли первое место и в футболе, и в армрестлинге. Одним словом, все моряки доказали, что чего-то стоят не только в своей стихии, но и на берегу. Галина Моисеев, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.